Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в новый выпуск «Easy Russian». Сегодня я буду говорить с вами о книгах. Вообще, мы задумали с моими коллегами посоветовать вам несколько книг современных писателей на русском языке, которые будут читаться довольно просто, но при этом обогатят ваш словарный запас. Конечно, в ходе долгих дискуссий договориться мы не смогли, поэтому мой сегодняшний список будет исключительно субъективным. Так что не удивляйтесь такому выбору. Давайте смотреть. Фантастика. В этом футуристичном разделе я расскажу вам о двух русскоязычных авторах-фантастах. Это Сергей Лукьяненко и Дмитрий Глуховский. У Сергея Лукьяненко огромное количество книг. Моей любимой серией у Лукьяненко являются книги «Императоры иллюзий» и «Линия грез». Это просто поразительно. Каким страшным может стать мир, если будет в руках у человека, наделенного безграничной властью? И как далеко могут завести мечты или желание отомстить? Здесь вы найдете все атрибуты настоящей боевой фантастики. Оружие, которое стреляет за пять секунд до того, как был нажат курок. Киборги, космические перелеты и уйма персонажей, которые раскрываются с самых разных сторон, пока вы читаете. Все все время оказывается не так просто, как ты ожидаешь. Мне нравится мораль Лукьяненко, которую он не навязывает читателю, а показывает через поступки, решения и даже иногда ужас и преображение героев. Обязательно почитайте Лукьяненко, хотя, возможно, вас немного смутит его позиция относительно нынешней войны. Как ни странно, несмотря на, безусловно, высокие моральные достоинства его книг, он эту войну почему-то поддерживает. Совершенно обратной позицией придерживается писатель Дмитрий Глуховский. О его книге «Метро-2033» вы наверняка слышали благодаря серии знаменитых компьютерных игр. Поверьте, книга гораздо интереснее. Это поразительно, какими необычными образами обрастают привычные нам станции метро, вагоны, переходы в этой мрачной фантастике постапокалиптического будущего. В обеих этих книгах вы найдете очень разнообразный русский язык. В целом они написаны довольно просто и читаются легко и интересно. Но постоянно попадаются какие-то новые заковыристые слова, которые помогут вам лучше и интереснее учить русский язык. Детектив. Детектив Бориса Акунина или Григория Чхартишвили – это одно из самых увлекательных и изысканных чтений на русском языке, на мой взгляд. У него много разных детективов, но, естественно, мой самый любимый – это его герой Эраст Петрович Фондорин. Все действия этих детективов разворачиваются в предреволюционной царской России. Если читать книги подряд, то мы застанем весь процесс взросления Эраста Фондорина от юноши с его терзаниями и сомнениями до очень зрелого и мудрого человека. В любом случае, нам есть чему посочувствовать. И главное, можно насладиться удивительной эпохой, не менее удивительно описанной. Мои любимые книги – это «Смерть Ахиллеса» и «Турецкий гамбит». По-последнему, кстати, снят неплохой русский фильм. Я оставлю ссылку в описании. Конечно, следуя классической литературной традиции, Акунин использует в своих произведениях разные языки. Также у него присутствует очень сильный мотив восточной культуры. Не случайно мы стоим рядом с китайской беседкой. В общем, там будет масса экзотики, поразительных поворотов, острых сюжетов. Читайте и наслаждайтесь. Привет, Брэндон! Привет, Никита! Ко мне в гости, можно так сказать, в Ригу приехал один из наших подписчиков и патронов – Брэндон. Меня зовут Брэндон, я из Америки, именно Индиана, Индинаполис. Мне 46 лет. Я начинал изучать русский язык больше, чем один год назад. Я решил, еду в Ригу, чтобы именно изучать русский язык и, если возможно, работать как волонтером с беженцем или с украинским, если возможно. Я не знал, что Брэндон изучает русский язык всего лишь год, потому что, по-моему, это блестящий результат, как он говорит по-русски. Я в полном восхищении. Спасибо. Ну, а так как тема этого выпуска – книги, то я решил воспользоваться возможностью и спросить у Брэндона, а читал ли он какие-нибудь книги на русском языке? К сожалению, нет. Но ты знаешь каких-то авторов, допустим, знаменитых? Ну, Пушкин, конечно. Прекрасно. Да. Чеков. Что дальше? Достоевский. А, замечательно. Ну, это такие тяжелые авторы со сложным русским языком. Да. Как раз в этом выпуске я посоветую несколько книг для иностранцев, которые изучают русский язык, в которых этот самый русский язык чуть-чуть попроще, с которых начинать полегче. Так что, Брэндон, смотри этот выпуск вместе с твоим участием. Спасибо тебе большое. Я жду, спасибо. Договорились. До встречи. До встречи. Фэнтези. На русском языке написано очень много фэнтези. И книгу, которую я вам сейчас порекомендую, на самом деле довольно сложно отнести к этому жанру. Тем не менее, это книги Светланы Мартынчик, также известные как Макс Фрай, про Сэра Макса, лабиринты Еха. Я не случайно так, как будто бы из воздуха извлек эту пустую чашку. Дело в том, что одна из моих самых любимых способностей этого мага — способность извлекать из пустот напитки и еду. Очень ему в этом завидую. Ну, а на самом деле это очень понятная каждому из нас история, похожая даже на письмо из Хогвартса. Живет обычный, чувствительный, нежный человек в жестоком, суровом и рутинном мире. И внезапно вдруг выясняется, что эти его чувствительные и тонкие способности — это на самом деле практически магия. Главное — оказаться в мире, где эти способности востребованы. Я представляю себе, как Светлана Мартынчик придумывала этого героя. Как она смотрела на улицы города, гуляла, мерила мостовую ногами и пыталась наделить это все каким-то дополнительным, тонким и очень добрым смыслом. На мой взгляд, у нее прекрасно получилось. В этом мире существует магия, существуют чудесные старшие, которые терпеливы, добры, ироничны и с удовольствием делятся своими знаниями. Существуют прекрасные сверстники, друзья и приятели, с которыми можно переживать самые разные приключения. Существуют волшебные животные и многое-многое-многое другое. По сути, это серия очень добрых, необычных, детективных же историй. Отправляйтесь вместе с сэром Максом гулять по призрачным улицам из сновидений Еха. Я вам в этом практически завидую. Я, наконец, раздобыл маус Арта Шпигельмана на русском языке. Конечно, неловко сравнивать этот великий графический роман с нашими упражнениями, но все-таки есть нечто общее. Дело в том, что в самой разной форме можно давать важные знания людям. Этим занимаются мои коллеги, которые готовят к каждому новому выпуску упражнения по русскому языку. Проходите по ссылке в описании, и вы найдете и картинки, и кроссворды, квизы, карточки и многое-многое-многое другое, что поможет вам лучше и успешнее учить русский язык. Оставайтесь с нами, занимайтесь вместе с нами и поддерживайте нас, чтобы мы могли снимать новые видео. Самоидентификация Конечно, это никакой не жанр, но и мемуарами книгу Марии Степановой «Памяти памяти» не назовешь. Это глубокое исследование своей личной памяти, памяти своей семьи и общеисторической памяти. Книга написана довольно сложным языком, и я заранее извиняюсь, что советую вам такой материал. Но все-таки это одна из главных книг на русском языке о том, что вообще может чувствовать и знать человек о своем месте в истории. И какой след может оставить самый обычный и незаметный человек. И как сделать свою любовь, свои воспоминания о любимых и родных людях достоянием вечности. И нужно ли вообще это делать. Когда я гостил у отца, я часто обнаруживал листы А4, исписанные его почерком у него на столе. Мне, конечно, было неловко вглядываться, но чуть-чуть в проброс, поглядев, я понимал, что там записаны какие-то воспоминания. К сожалению, когда он умер, я не нашел ни одного из этих листов. Может быть, он их выбросил или сжег, а может быть, их никогда и не было. Вот как странно работает наша память. У Марии Степановой в книге есть замечательный момент, когда она узнает о том, что где-то в Саратовской области есть дом, принадлежавший членам ее семьи, дальним родственникам. Она едет туда, находит этот дом и, по ее словам, тут же, в ту же секунду испытывает особое чувство узнавания. Действительно, это то самое место, в нем столько энергии, столько чувства. Прямо из самого детства молнии бьют ее ассоциации. А еще через некоторое время она узнает, что ошиблась адресом. Делает ли то, что это был не ее дом, ее чувства ненастоящими? На мой взгляд, нет. Обязательно прочитайте «Памяти памяти» Марии Степановой. Эта книга больше о том, как мы изучаем самих себя. Магический реализм. Однажды утром моя мама в детстве спешила в школу. Выскочив на улицу, она побежала, вспоткнулась и... Упала. Двадцать или тридцать минут спустя соседи начали беспокоиться. Девочка как упала, так и лежала. Она смотрела куда-то вниз под себя и не хотела двигаться. Потом мама объяснила им, что когда она упала, она увидела, как пыльный жаркий воздух Астрахани, где она жила, смешно раздувается под ее носом и примешивается капелька крови. Мне кажется, это тот самый метод, каким была написана книга «Петровы в гриппе» и вокруг него. Роман Алексея Сальникова написан в стиле, как шутили в моем детстве, творчества Акынов. Что вижу, о том и пою. И действительно, даже первая сцена этого романа – это троллейбус или автобус, в котором ругаются пассажиры, происходят какие-то странные неловкие диалоги. Масса тонких и маленьких наблюдений. Я также украшал свою жизнь с самого детства. Вот живешь ты вроде обычной жизнью, ходишь по обычным маршрутам, но все время приглядываешься к деталям. То где-то очень красиво замерз лед на окне, то какой-то странный человек бросил неловкий взгляд на окно заброшенного дома. И ты все время выдумываешь, а что бы это значило? А что если в этой самой точке вершится чья-то судьба, и от твоих решений или поступков изменится будущее целого мира? Весь этот роман построен таким образом. Мы не можем понять, что из происходящего реально, а что нет. Может быть, это все наведено как раз высокой температурой от гриппа? В любом случае, это изящный способ украсить свою жизнь, впустив в нее эдакого стороннего наблюдателя. И Сальников довел это мастерство до полного совершенства. Эта книга написана обманчиво простым языком и читается довольно легко. Но вы узнаете оттуда массу интересных деталей как о жизни в России, так и о жизни людей вообще. Там есть славный момент, где герой общается с водителем катафалка, который, как обычно делают таксисты, рассказывает, что вообще-то в жизни он был гораздо более сложным человеком. У него была возможность сделать блестящую спортивную карьеру или построить бизнес, но ряд неправильных решений привел его, ну вот к такому печальному, обыденному результату. Хорошо, думает герой Петров, что у меня никогда в жизни не было особых амбиций. Вот и нет особенных разочарований и, наверное, нет таких поворотных моментов в жизни. Это изящное откровение автора мне очень симпатично. Я хочу напомнить вам, что жизнь и судьба каждого из нас очень важна. Пускай победят мир и любовь. Редактор субтитров А.Семкин